Завтра, 4 ноября, россияне отметят День народного единства. Праздник учрежден в памяти событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Впервые в России День народного единства отмечался в 2005 году, однако это не новый праздник, а возвращение к старой традиции. По преданию, именно икона Казанской Божьей Матери помогла ополченцам 4 ноября или по июлянскому календарю 22 октября освободить Москву от польских интервентов. Так, до 1917 года, 4 ноября, отмечали День благодарности Пресвятой Богородицы за ее помощь в освобождении России. В День народного единства по всей стране проходят митинги, концерты и патриотические акции. В столице Чувашии также запланированы мероприятия. Так, в Театре оперы и балета пройдет Второй республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». В фойе театра будет организован показ национальных костюмов Чувашии Многоликое. Все народы, проживающие на территории нашей республики, примут участие в фестивальной программе. Творческие коллективы районов и городов национально-культурных объединений Чувашской республики. Работа фестиваля начнется с открытия выставки в 10 часов утра. Торжественное открытие запланированное мероприятие будет в 11.00. Также, по традиции, 4 ноября от Веденского собора пройдет крестный ход. Он завершится у храма Рождества Христова, где состоится праздничный молебен. А в 13 часов на Красной площади чебоксарцы соберутся на митинг, посвященный Дню народного единства. Близится ночь искусств. Эта культурно-образовательная акция пройдет во многих регионах России уже в третий раз. Готовятся к ней в учреждениях столицы Чувашии. Правда, в этот раз формат акции несколько изменился. Увеселительные программы отменены или заменены на просветительские. В знак скорби по погибшим в авиакатастрофе. Акция начнется вечером 3 ноября. Искусство объединяет. Под таким девизом пройдет ночь искусств в этом году. Мероприятия для художников и фотографов, музыкантов и поэтов, юных и пожилых ждут чебоксарцев. В рамках акции будут сочетаться разные жанры. Литературные чтения, музыкальные выступления, театральные постановки и мастер-классы. Присоединится в этот день к акции и национальная библиотека, которая подготовила киносейшн «Смотрим кино, читаем книгу». У всех любителей кино появится возможность посмотреть любимые отечественные фильмы «Бриллиантовая рука» и «Алые паруса». Ночь искусств также пройдет и в музее космонавтики мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Николаева, где можно будет понаблюдать в телескоп за небесными светилами.